Всем привет! Продолжаем изучать Django Ress Framework и Vue.js. Сегодня в видеоуроке я вам покажу, как сделать, чтобы каждый наш диалог имел ссылку и мы могли ею поделиться с друзьями. Я уже подготовил код и покажу вам, как я это реализовал. В нашем Home View я закомментировал блок RAW, там где мы подключали компонент Room и диалог. Соответственно, я закомментировал импорты этих компонентов и подключение этих компонентов в самом скрипте. И также убрал метод клика по комнате, когда мы передавали ID нашей комнаты для открытия диалога. Вместо этого я написал такой тег слот. Что такое слот? Если вы знакомы с Django темплейтами, то там есть наследование шаблонов. Во Vue.js примерно то же самое реализовано. Что делают слоты? В данном случае, когда мы в шаблоне определяем тег слот, затем компонент, который будет обернут в этот слот, будет вставлен на это место. То есть, таким образом мы делаем обертку для нашего компонента от родительской верстки. То есть, наследуем его шаблон. Что получится? Что у нас на каждом компоненте комнаты будет уже присутствовать вот этот шаблон нашей меню и заголовка. Таким образом, мы избавляемся от нашего подключения хардкора компонентов. Можем их сделать в переход по URL, но чтобы сохранить шаблон, мы должны наследовать нашего родителя. То есть, нашу родительскую верстку. Для этого мы можем использовать слоты. Затем, в компоненте RoomU я импортировал наш компонент Home, назвал его HomeSlot и обернул наш компонент Room. То есть, его главный div стал наш компонент. Теперь, когда Vue.js встретит данный код, он поймет, что вот этот HomeSlot, это нужно вставить вот сюда. И вставит наш компонент, обернет вместо вот этого слота. И таким образом, у нас появится в Home импортируется компонент Room. Или наоборот, в Room импортируется компонент Home и обернет его. Как мы это и сделали. Затем, я на наш клик OpenDialog по заголовку нашей комнаты Закомментировал строчку кода, где мы в родителя передавали ID-шник И прописал router.pash в вызов компонента Dialog с параметром ID и передаю ID нашей комнаты. Соответственно, в Route.js я создал новый URL, который назвал Dialog. И через два и то, чего я указал ID. Дал ему имя Dialog и подключил компонент Dialog. Таким образом, теперь у нас здесь будет появляться ID нашей комнаты, который мы будем передавать через Room. Вот этот параметр. В компоненте Dialog, когда я загружаю сам список наших разговоров, то есть Dialog, я передаю уже не напрямую ID, как было в предыдущем разе, а передаю через this route.params.id. То есть забираю параметр ID, который мне передается. Соответственно, такой же параметр мы должны передавать и в отправке сообщения. Затем в компоненте Room я создал слот. И в компоненте Dialog наследовал компонент Room, назвал его RoomSlot и обернул наш компонент Dialog в RoomSlot. Таким образом, я наследовал шаблон нашего компонента Room. Давайте перейдем на сайт и посмотрим, что из этого получилось. Соответственно, если мы перейдем просто на наш сайт, мы видим все то же самое, как и было раньше. Открываем любой из диалогов. Теперь мы видим, что здесь Dialog ID 3. То есть у нас появился в нашей комнате теперь URL. Верстка сохранилась. Перейдем на нашу вторую комнату. Нажимаем. И видим, что загрузился теперь Dialog 4, в котором ничего не написано. Давайте отправим сообщение. Видим, что все работает. Перейдем на нашу комнату 3. Подождем чуть-чуть. Видим, что меняется наш текст. То есть он переходит и переходит здесь. Задержка перехода между комнатами. Это мы в будущем поправим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Задавайте вопросы. Буду рад на них ответить. Также не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте и чат в Телеграм. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok